Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Сегодня мы поговорим о страшном заболевании, которое врачи выявили еще в начале прошлого века, но до сих пор не научились лечить. Речь об остеопетрузе или, как еще называют, мраморной болезни. В нашей студии главный педиатр Минздрав соцразвития Чувашии Лариса Ноктева. Лариса Германовна, здравствуйте! Итак, мраморная болезнь, остеопетрос, откуда это, что за заболевание, откуда вообще такое название пошло? Здравствуйте! Заболевание остеопетрос или мраморная болезнь, оно, как вы уже сказали, известно с прошлого века. Название остеопетроса говорит о том, что идет переуплотнение костной ткани, то есть это нарушение развития костной ткани. А мраморная болезнь, это название пошло от того, что больных выявляют именно по тем снимкам рентгенологическим, которые выявляются. То есть одно из диагностических критериев данного заболевания – это рентгенологические снимки, где косточки плохо просматриваются, то есть они просто зарастают. И хотелось бы сказать, что все-таки мраморная болезнь, остеопетрос, это довольно-таки редкое заболевание. Оно является наследственным заболеванием, которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу. То есть если у людей, у каждого из нас есть тот или иной ген, который отвечает за формирование костной ткани, и вот у кого-то из нас есть патологический ген данный, и вот если два человека, имеющие данный ген, встречаются, то вероятность рождения ребенка с данным заболеванием у данной пары 25%, то есть это законы наследования. Еще раз повторяю, что это наследственное заболевание, которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу. А вот в таком случае, если это какие-то генные мутации, да, я слышала, что Чуваша на первом месте у нас по России, вот среди регионов с заболеваемостью такой. Почему именно наш регион, что не так? Ну вот, видимо, так исторически сложилось, что наша нация, наша национальность, Чувашская, еще наши соседи, Мариел, в своем генофонде имеют вот этот патологический ген. Если говорить в общей человеческой популяции, то данное заболевание встречается с частотой одно рождение ребенка с данным заболеванием на 100 тысяч. В нашей же республике это несколько чаще, то есть один ребенок на 3,5-4 тысячи рождений. То есть это довольно-таки часто встречающиеся, скажем так, на нашей территории. Ну вот так вот сложилось исторически, что где-то в древности так получилось, что мутация сконцентрировалась больше на нашей территории. Чувашская республика довольно-таки компактная республика, и количество близкородственных браков у нас очень велико. И вот по статистике получается, что каждый тысячный брак в нашей республике является все-таки близкородственным. И вероятность рождения у них вот именно ребенка с подобным заболеванием, не только с подобным заболеванием, вообще с наследственными заболеваниями в близкородственных семьях довольно-таки велика. А вот заболевание-то как проявляется, да? Как родители могут понять, что вот что-то не так с их ребенком? Одним из проявлений заболевания является то, что ребеночек начинает отставать в развитии. А другим проявлением заболевания может то, что ребеночек чаще болеет. То есть вирусные заболевания, инфекции какие-то, да? И еще из проявлений клинических, так называемых, это изменения в анализах крови. На что, конечно же, обращают внимание и педиатры, участковые, и родители на первом году жизни ребенка. Вы сказали, да, что если встречаются два человека с мутировавшими генами, то у них 25% вероятность до рождения больного ребенка. А вот еще как-то на стадии планирования беременности это можно определить? Да, конечно. Мы, в принципе, призываем к тому, чтобы каждый из нас знал свою родословную, скажем так, да. Вот когда пара приходит на прием, на перинатальный прием, на пренатальный прием, скажем так, на стадии планирования беременности, естественно, врачи задают вопрос, имеются ли в семье у родственников какие-то заболевания наследственные. Имеются ранние случаи смерти детей в раннем возрасте, в младенчестве. Ну, получается так, что мы не знаем чаще всего, да, ни своих дальних родственников, да и близких. Очень часто мы не знаем, как протекают у них развития, какие заболевания они имеют. Конкретно на данную наследственную патологию, конкретно вот на данное заболевание существует метод ДНК-диагностики. То есть, возможно, выделение гена, который отвечает вот за данное заболевание. И он выявлен, он выявил, выявлен специальный ген, который, патологический ген, имеется именно у коренных жителей нашей Чувашской республики. И вероятность выявления этого гена, в принципе, существует. Если пара пришла к врачу, и, значит, они хотят знать, есть ли вероятность рождения от ребенка с такой патологией, то есть реальная возможность определить наличие патологического гена у матери будущего, или у будущей, либо у отца. А каким образом? Что за анализ? Это анализ крови. Да, это ДНК-диагностика. Забор крови происходит у нас в медико-генетической консультации принатального центра. И затем уже анализ отправляется на исследование в Москву. В течение некоторого времени результаты мы уже получаем. И можно действительно со стопроцентной, скажем так, долей вероятности сказать, что да, у вас есть данный патологический ген, или нет, у вас его нет. В любом месте, куда женщина беременна или на стадии планирования беременности становится консультацию, в любом месте и предлагают этот анализ, это обследование, или только в определенных местах, в каких-то продвинутых, не знаю, клиниках у нас в городе? В нашем городе, в нашей республике у нас имеется медико-генетическая консультация, где проводится данное консультирование семейных пар женщин во время беременности, до беременности. Я думаю, что в каждой женской консультации при сборе анамнеза у женщины, которые планируют завести ребенка, планируют рожать, интересуются, собирают анамнез с целью выяснения. Если в анамнезе, в случае либо мертворождения, в случае смерти детей в раннем возрасте, имеются ли какие-то уродства при рождении ребенка и так далее, то есть сбор анамнеза помогает нам выявлять ту категорию женщин, которые подлежат более детальному, более, скажем так, тщательному обследованию на любую патологию, в том числе и на наследственные заболевания. То есть, если есть показания, грубо говоря, к этому? Да, если есть показания. Ну, получается, достаточно просто, это обычный анализ крови, да? А вот что делать парам, у которых у обоих родителей обнаружили гены? Вообще противопоказано заводить детей? Нет, почему? По всем законам генетики у такой пары тоже может родиться здоровый ребенок. И больной ребенок может родиться лишь в 25% случаев. И этой паре тоже реально помочь можно. На этапе уже пренатальной диагностики существуют методы так называемой инвазивной диагностики, когда тоже пренатально на сроке 11 недель забирается кровь плода и определяется его генотип, скажем так. Есть ли у данного плода в его хромосомах вот эти вот гены, они в гомозиготном состоянии, скажем, или в гетерозиготном состоянии. Если они в гомозиготном состоянии, то, естественно, заболевание проявится. Если они в гетерозиготном, он будет только носителем данного гена, и клинически он будет здоровым. Хорошо. Получается, заболевание не лечится, да? Если все-таки ребенок родился заболеванием, что в таком случае делать родителям? Если ребеночек родился заболеванием, это, конечно, большая медицинская и социальная проблема. Потому что в мире еще не существует методов, которые в 100% приводят к излечению данного заболевания. И единственный метод, который может помочь улучшить качество жизни ребенка, это, естественно, наблюдение. Это, естественно, предотвращение каких-то осложнений, возникновения, которые могут возникнуть в результате этого заболевания. Поддержание жизни этого ребенка, улучшение его качества. Ну и вот поддерживающая терапия, иммуностимулирующая, иммуномодулирующая, переливание иммуноглобулинов также. Вот это вот одни из методов, которые поддерживают жизнь ребенка и позволяют на данный момент, как вот по литературным данным, если в прошлом столетии продолжительность жизни этих детей была где-то полтора-два года, то сейчас эти дети в среднем живут где-то 4-4,5 года. Спасибо большое. Я напоминаю, в нашей студии была главный педиатр Минздрав соцразвития Чувашии Лариса Ноктева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова